Какое лицо бы мне сделать? Чё-то как-то, как-то тупо я выгляжу. О, ни хрена себе! Вот это мама! Господи, вы посмотрите на её лицо! Всем привет, друзья! С вами я, Гост, и я рад приветствовать вас в GTA 5 Ролеплей! Как, наверное, многие мои зрители знают, я уже давненько хотел вести свой цикл серии в GTA 5 РП, и сегодня, наконец-таки, моя мечта сбылась. То есть, ребятки, как вы видите, сейчас я нахожусь на аэропорту, я самый что ни на есть бомжу, у меня абсолютно ничего нету, только 100 баксов в кармане, и вроде как, две сотни, по-моему, что ли, на банковском счёте. То есть, бабок, ребятки, у меня вообще нету. И я думаю, что сегодня, ребятки, мы с вами реально начнём развитие и добьёмся по истечению какого-то определённого срока времени очень крутого результата, станем очень богатыми, войдём в какую-либо фракцию, ну и, конечно же, ребята, будем просто наслаждаться этим РП-процессом. Честно говоря, ребятки, выбрать сервер до съёмок было очень тяжело, и я очень долго думал, на каком же сервере мне играть. И всё-таки я решил остановиться на сервере под названием VMP, потому что эта сервер, ребятки, развивается уже очень-очень давно, и я могу сказать, что следя за его прогрессом, я постоянно очень сильно радовался. И этот сервер мне всегда был симпатичен, именно поэтому сегодня, ребятки, свой путь я начинаю именно на сервере VMP. И хочу сказать, друзья, что специально для моих подписчиков я смог каким-то образом договориться с администраторами, чтобы они выделили вам специальный бонус. То есть, ведя мой ник, друзья, вы получите специальный бонус, который позволит вам вроде как получить денюжки и третий левел, если мне не сменять память. То есть, в принципе, ребята, это очень круто, и я надеюсь, что вы воспользуетесь этим бонусом. Кстати, сразу же, ребята, лайфхак, если вы будете играть с другом, будет развиться намного проще. Мне это все говорили уже давно, и я вам тоже, ребятки, хотел бы передать эту информацию. И хотел бы я еще сказать, ребятки, также, что на этом сервере у меня играет один мой очень хороший товарищ, который вроде уже как развился, и сейчас он должен вроде как меня ждать. Только, блин, сейчас бы его найти, потому что я хрен знает, где он. Там, кстати, посмотрите, какая-то тачка стоит прикольная, может быть, это он? Блин, кстати, ну-ка давайте-ка попробуем подойти к этому парню. Он стоит, кстати, у нас прям, посмотрите, на парковке для такси, что ли, таксист? Ни хрена себе таксист, о-хо, вот это у него та чила, господи. Охренеть, или там что, никого нету, что ли? Офигеть. Это чья тогда тачка? Этого парня, что ли? Нифига себе. Крутой чувак, вы посмотрите, какой у него, какой у него крутой скин. Блин, здорово. Лицо, кстати, знакомое. А, так это, я понял, братишка. Ой-ой-ой, я не то нажал, я не то нажал. Братишка, я тебя не узнал. Это мой дружище, посмотрите. Блин, офигеть, вот эта встреча, я думал, что он не будет здесь. Так, во-первых, ребятки, нам нужно узнать, что же я вообще тут могу делать. Я бы хотел устроиться на работу. Думаю, я смогу тебе помочь. Садись. Серьезно? В такой тачке? Офигеть. Ладно, братишка, ну-ка давай-ка проедем. У него тачка прикольная очень, друзья, реально офигенская, вы посмотрите. Только, по-моему, она... О, он завел двигатель. Отлично. Поехала. Блин, родимая, поехала такая крутая тачка, честно говоря, друзья. Я прям даже не думал, что в первой серии я уже прокачусь на таком офигенском автомобиле. Это, ребятки, шикарно. Слушай, а ты еще не успел купить местный номер? Нет, я ничего не купил. У меня нет ни телефона, у меня нет ни телефона, ни денег, ни дома. У меня вот завалялся старый телефон. Хм, нифига себе. Он мне его что-ли одолжить хочет? Нифига себе, ребятки, он мне отдает просто так телефон. Охренеть, я думал, я хотя бы его куплю. Посмотрите, достал его из бардачка машины и реально передал его мне в руки. Теперь мне нужна симка. Так, окей, дружище. Погнали за симкой. Турака, блин, вот на такой машине... Ай-яй-яй, на такой машине я боюсь ехать. Так, не гони так. Это страшно. Это очень страшно. Это прям капец. Посмотрите, как валит. Жестко. Я, честно говоря, ребятки, не люблю быть таким, знаете, нарушителем. То есть, я люблю следовать правилам. И, на мой взгляд, вот это реально самая такая интересная штучка. То есть, прям соблюдать правила. Потому что рпхи не до того есть. Хотя, друзья, у меня есть для вас, знаете, такой очень-очень важный вопрос. Вот если, ребята, вы хотите, чтобы я выбрал какой-либо путь на этом сервере. То есть, например, пошел в какую-то банду. Или же пошел работать в полицию. Или еще куда-то. Обязательно пишите об этом в комментариях, друзья. Я буду играть на основе ваших желаний. То есть, только ваши идеи. Только ваши просьбы, ребята. Все это я буду исполнять в своих сериях. Потому что я хочу построить реально очень интересный цикл. В котором я буду учитывать мнение всех моих подписчиков. И я надеюсь, что, ребятки, вас это очень сильно обрадует. И вы, конечно же, поможете мне выстроить этот... Я надеюсь, этот чудесный цикл роликов. Потому что я уже давненько хотел начать вести что-то подобное. И вот сейчас, ребята, я прям... Вот я думаю, вы все слышите по моему голосу. Потому что я очень рад, что я наконец-таки нашел офигенский сервер. И я наконец-таки, блин, на нем играю, друзья. Ну, это реально круто, ребятки. Город, кстати, ребята, очень большой. Посмотрите. То есть, тут дофигища всяких прикольных штучек. Которые я ранее не видел. Прям можно посмотреть. Охренеть, реально. 6 баксов за 1 литр бензина. То есть, тут даже все до такой степени проделано. То есть, нужно поехать какой-нибудь вот этой вот колоночке. Да, там, то есть, все это сделать. Заправиться можно. Еще за бензин надо заплатить. Блин, ребята, это очень круто. Окей. Так, давайте попробуем зайти в магазин. О, продавец. Это хорошо. Так. Здесь нам предлагают, ребятки, купить себе... Вау. Купить себе могу сим-карту. 142 бакса. Так. Блин. Блин. У меня... У меня нет... Нет денег. Давай я тебе дам на первое время. Ты очень добр. Прям офигеть. Это, ребята, это мой спаситель. Правда. Как бы... Вот как бы я сейчас без него... Вот просто... Как бы я сейчас без него выживал, ребята. Это было бы просто капец. Это Unreal самый настоящий. Офигеть, ребята. У нас теперь 2600. Вы посмотрите просто. Это... Ребята, это охрененски круто. Так, мы можем с вами купить сим-карту. Давайте мы ее купим. Так, сим-карту я купил. Теперь у меня есть номер 4597462. Ох ты, е-мое. То есть теперь, ребята, вы можете мне звонить. Кто хочет, заходите. Звоните мне. Я надеюсь, что в это время я буду на сервере. И я смогу с вами пообщаться, ребята. Уже обенялись мы с ним телефонами, друзья. И теперь мы реально сможем, если что, созваниваться. Слушай, тебе может... А, слушай, может тебе стоит переодеться? Ой, я думаю, стоит. А то одежду... Одежду не менял уже около... Около года. Да, надо переодеться. Точно, ребята. Едем в магазин, короче, переодеваемся. Потому что как-то не очень хорошо получается. Катаюсь на такой крутой тачке вместе со своим богатым другом. И в то же время гоняя в какой-то... Блин, вообще идиотской одежде. То есть, ребята, надо реально срочно переодеться, короче. И желательно сходить в душ. Потому что... Ну, пока что все как-то... Очень плачевно, я бы сказал. Вот эта стройка. В дальнейшем ты сможешь тут поработать первое время. Ух ты, спасибо. Нормально. Нифига как она здоровая, ребята. Вы посмотрите. Я реально смогу здесь... Что-то... Что-то заработать. Вот это прикольно, кстати. Тут платят не особо много, но зато стабильно. Но стабильно сейчас в мое время это самое важное. То есть, бабок у меня, к сожалению, нет. И сейчас мне бы серьезно заработать хотя бы, ну, тысяч 10 долларов. Вот. Я не знаю. Ну, конечно, с первого раза, ребята, я это все не заработаю. Потому что я думаю, что заработать здесь такие бабки, особенно на стройке, это почти нереально. И мне нужно будет искать постоянную работу. Причем работу очень хорошую. Почему я хочу именно 10 тысяч баксов? За 10 тысяч баксов, в принципе, я думаю, смогу себе купить уже какую-то хотя бы тачку. Ну, то есть, такую, знаете, не то чтобы начальную машину, а реально какую-нибудь неплохую тачку годов, так, десятых, может, одиннадцатых даже. То есть, бушную, может, какую-то. В принципе, этого будет недостаточно пока что. И в целом, я думаю, что на такой машине мне будет достаточно кайфово кататься. Еще я бы хотел сейчас найти себе какое-нибудь жилье, если получится, возможно, найти какое-то временное жилье, чтобы там реально поселиться. И немножко там, что ли, я не знаю, пожить первое время. То есть, в принципе, я думаю, что мой братишка мне, если что, поможет каким-то образом. Может, найдет какую-то хату там, чтобы я в ней жил или что-то в этом роде. Во всяком случае, бабки, друзья, сейчас очень сильно нужны без дома. Я сейчас чувствую себя разбитым, и мне грустно от этого. Так что, квартиру мне нужно будет найти прям срочно-срочно. Так, а мне интересно, тут у нас карта-то есть. Карта есть, ребятки, посмотрите, карта очень большая. Причем тут какие-то знаки у нас, и их очень много. Это прикольно достаточно. Также, друзья, хотел бы вам сказать, а то я вам что-то не показал. Те, кто будет заходить, не знают, как играть. Вот, при нажатии на кнопочку M, вы попадаете в меню. Здесь у нас, посмотрите, есть действование персонажа, методика персонажа, лицензии, рабочие скиллы, GPS, кстати, да. То есть, тут можно искать все, что вам нужно. То есть, всякие работы и прочее. Это, в принципе, достаточно круто. Так что, я думаю, что многие из вас, ребятки, воспользовавшись GPS, смогут достаточно, ну, я думаю, достаточно неплохо найти какую-либо информацию. Ту же, ту же самую работу, например. Ту же самую стройку, вот, которую мне только что показал мой братан. И там уже, ребятки, то есть, можно будет поработать. Это достаточно круто. Отлично, друзья, мы уже подъехали к магазину. Короче, сейчас я пойду закупаться одеждой. Так, погоди. Вот, держи еще немного денег. Сходи, прикупи одежды. Покупай сразу же кастомный скин. Если что. Ага, понял. Самый последний в магазине. Ну, там внешность создавать можно будет. А, вон как оно. Но, я понял. То есть, вот это, ребятки, мне сказалось, что не по РП. Спасибо. Пойдем, ребятки, посмотрим скины тогда. Чего у нас там есть такого вообще. Я думаю, что с такими бабками мы сейчас можем купить достаточно неплохую одежду. Надо покупать кастомный, как мне сказали. Значит, его тогда мы сейчас и будем, ребятки, смотреть. Это кастомный скин. Мне очень нравится вот этот вот скин, ребята. Так, вот этот вот здорового мужика. Но, я думаю, что лучше купить вот этот скин. То есть, за 19 тысяч. Потому что это вроде как у нас кастомный скин. Да, да. Вот вы смотрите, у нас что-то происходит. Охренеть. Я могу реально выбирать. Ух ты, ё-моё. Вот это, ребятки, круто. Прям как в GTA-шке. Реально, когда создаешь персонажа. О, ё-ё-ё. Вот это, ребята, шикарно. Вот это, ребятки, офигенски круто. Короче, такое у нас, ребятки, получилось. Достаточно прикольный, по-моему, персонаж. И сейчас мы можем выбрать себе какую-нибудь одежду. Я уж, честно говоря, ребятки, вроде как подобрал. Хотел бы показать сейчас вам. То есть, мне понравилась эта вот куртка красная. Выглядит очень круто. Так, из головных уборов можно себе тоже что-нибудь взять. Только я, честно говоря, не знаю, что. Какую-нибудь, может, кепку, что ли. Или, или, блин. Или, или. Ну, хотя давайте реально кепку возьмём себе. Есть какая-нибудь красненькая, интересно. Ну, давайте вот такую вот возьмём. Прикольно смотрится. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, нет, нажимаем назад. Так, обувь. Обувь мы с вами возьмём кеды, друзья. Возьмём себе какие-нибудь вот такие кеды. Отлично. Так, и нижняя одежда у нас будет. Так, надо штаны себе какие-нибудь взять. Так, это не хочу. Так, здесь нет. Вот эти вот самые прикольные, по-моему, какие-нибудь. Вау, вот эти. Пойдёмте, короче, похвастаемся моему другу Фрэнку. Я думаю, что ему очень понравится. Потому что выглядит это всё просто капец как круто. Ему понравилось? Конечно же. Я, в принципе, другого ответа и не ожидал. У тебя отличный вкус. Спасибо, братан. Но это всё было за его деньги. Я думаю, что... Я думаю, что... Сейчас шибко как тратываться не надо. Потому что бабки не придётся возвращать. Вы понимаете? 21 тысячу. Даже больше. Нет, он же ещё 3 тысячи сначала занял. То есть 24 косаря, можно сказать. Офигеть. Это, ребята, просто дохренище. И я не знаю, как я это буду делать. Потому что мне нужна ещё тачка. Нужна квартира. Нужен... Возможно, бизнес. Я хочу потом бизнес. Если будет бизнес, я думаю, что, в принципе, я буду в состоянии оплатить 24 косаря. Потому что, в целом, это не такая уж и большая сумма. Так, что будем делать? Время уже поздное. Даже не знаю. Надо подумать. Может, куда-нибудь съездить? Может, какой-то бар тут найдётся? Или ресторан? Потому что я бы, честно говоря, сейчас пообедал. И это будет очень, ребята, по-моему, сейчас кстати. В целом, знаете, друзья, чтобы не тратить время, давайте лучше сразу же отправимся на стройку. Для того, чтобы уже хотя бы немного денежек мы с вами смогли подзаработать. А то будет печально, если я буду за счёт Фрэнка постоянно покупать себе и вещи, и что-нибудь другое. Это будет совсем не круто. Так что давайте-ка отправимся мы с вами на стройку. Может, маленько поработаем. Хотя бы уже какие-то деньги я смогу сегодня поднять. И я буду, честно говоря, очень сильно доволен. Вблизи, ребята, она выглядит очень большой. И да, мы, короче, приехали. Спасибо ещё раз. Хух. Окей. Выходим. Ну и что, идём работать тогда в таком случае? Бабки мне надо как-то возвращать. И это мой долг, ребята. Серьёзно. Так, если что цифры знаешь, звони. Хорошо. Я поработаю и позвоню. Всё. Давайте, короче, работать. Всё, посмотрим, что это вообще заработка такая, потому что мне очень интересно. Отправитесь к чекпоинту, чтобы взять ящик. Ну, берём тогда. Чё тут такое у нас? Чё-то, наверное, здоровое. Ого. Нифига себе, какой-то ящик с инструментами, что ли. Круто. Так, следующий чекпоинт, ребята, у нас есть какой-то тоже красный. Давайте-ка мы к нему прибежим. Бежим и здесь... Ой, а как здесь спускаться? Я же травмируюсь. Так. Эх, а так! О, Господи! По-моему, если я чё-то сломал. Не? Жив? Здоров? Цел орёл? Окей. Нормально. Восемь баксов! Вы чё, блин, серьёзно? Восемь баксов! Я тут буду век работать. Просто век. Я думаю, будет больше. Восемь баксов. Ребята, вы представляете? Какой это труд. Это же капец просто какой-то, друзья. Я не смогу выжить. Я буду работать до смерти, по всей видимости. Это капец какой-то. Ладно. Хрен с ним. Поработаем. Маленько заработаем хотя бы, не знаю, баксов. Да я даже не знаю, ребятки, на сколько мне хватит, потому что таскать такие хренотени, это задача не из лёгких, честно говоря. И работать 24 грёбаных косаря мне надо. Это мне, знаете, сколько надо работать? Это мне нужно работать. Так, сейчас бы мне математика моя помогла. Это мне нужно работать. Это мне нужно донести вот таких вот 3000 ящиков. Вы понимаете? 3000. 3000 забегов. Охренеть. Это, ребята, меня просто убьёт. Обязательно, друзья, заходите, кстати, потому что сервер крутой. Я сейчас буду здесь развиваться как раз таки. И у вас есть шанс поиграть вместе со мной. Вся информация в описании. Я об этом, наверное, не сказал. Но, ребята, знаете, что все ссылочки в описании. Вы там всё найдёте. Всё можете посмотреть, конечно же. Зайти в группу ВКонтакте, на сайт, на сервер, в конце концов. Поиграть со мной. Вы знаете мой номер, конечно же. Хотя, вы знаете, по нему звонить не надо. Я же всё-таки, ребятки, РП отыгрываю. А вы мой номер наверняка знать не должны. Но я что-нибудь придумаю. В принципе, знаете что, звоните. Мы никому не скажем. Звоните мне, пишите. Я никому ничего не расскажу. Будет это наш с вами такой небольшой секретик. Так что я вас жду, друзья. Реально. Вот кто зайдёт, кто будет играть, напишите мне, ребятки. Встретимся. Я обязательно вас встречу. Реально. Мы с вами отыграем какую-нибудь крутую РП-шку. И я думаю, что все будут довольны. Я в том числе. Я буду безумно рад, друзья. Потому что этот цикл, это мой первый цикл, когда я реально играю с своими подписчиками. Прям РП, настоящее. Развитие персонажа, друзья. Это самое прекрасное, что может придумать себе ютубер, на мой взгляд. Так что, друзья, заходите. Будем играть. Опять же, жду всех вас. Блин, ребята, честно говоря, руки у меня уже очень сильно устали. Поэтому давайте-ка мы с вами будем уже оканчивать наш рабочий день. Я получил 88 баксов. Что, ну, достаточно мало, я признаюсь. Но, ребятки, этого мне хватит, чтобы сходить, перекусить в кафешку. Ну, и, может быть, найти где-нибудь себе место для ночлега. В каком-нибудь, не знаю, может, мини-отеле или что-то в этом роде. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим серию. Хочется еще раз вас пригласить на этот сервак, поиграть вместе со мной. Своя информация имеется в описании, друзья. Ну, и, конечно же, поблагодарить тех, кто досмотрел этот ролик до конца, подписался на мой канал и поставил лайк. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Надеюсь, вы поддержите новую рубрику. Напишите, что же вы хотите видеть в ней. Ну, и, не знаю, может быть, зайдете со мной на сервер, поиграете, построим кунтерпеху вместе с вами. То есть, ребятки, это все реально. Я тут буду играть очень долго, и вы мне вот реально нужны. Поэтому, друзья, заходите. Ну, что ж, с вами был я, Жека Гост. Всем, ребята, спасибо за просмотр. До скорых встреч.